МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судебные тяжбы по вопросу строительства высотного дома в районе Океанского проспекта 85А идут с 2018 года. По итогу суд первая инстанция обязала администрацию рассмотреть вопрос о выдаче порта Франко-70 разрешения на строительство. В ответ на это администрация города подала касационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Эти большие пожарные машины, они по этим узким тропам, с таким наклоном и при таком угле разворота, они просто не подъезжают. Между тем, в постановлении номер 111 главы Владивостока указано, что на каждого жителя города должно приходиться 19 квадратных метров зеленых насаждений. В каждом районе Владивостока должно быть не менее 25% территории, отдано под леса и парки. А в целом по Владивостоку леса и парки должны составлять не менее 40% территории города. Кроме того, они должны быть в 20-минутной пешеходной доступности от каждого дома во Владивостоке. К нам будет проложена дополнительная дорога к 83-му дому, которой на сегодняшний день нет вообще. Возле 85-го дома мы построим разворотную площадку для пожарных машин. Кроме того, будет две детские площадки, которые будут рядом с нашим домом, и к ним будет свободный доступ. Будут переложены фактически все водопроводные и канализационные сети. К обещаниям застройщиков жильцы настроены скептически. Пока стройка на Океанском проспекте не ведется. Чего не скажешь о стройплощадке на Русской 57. Здесь застройщик обещал построить два небольших дома с административным центром, а потом получил разрешение на строительство трех домов на 287 квартир. Жильцы окрестных домов тут же забили тревогу. Даже при нынешней ситуации у нас жестокие пробки до Русской, ну, до основной трассы. Просто утром очень трудно проехать. При этом добавляется еще около 500 машин. Представьте, что здесь будет. Дорогу невозможно расширить, вы сами видите, потому что с той стороны строительство, с той стороны больницы, с другой стороны больницы, поэтому расширить их невозможно. Альтернативных дорог у нас здесь нет. Говоря о транспортном коллапсе, жильцы не преувеличивают. По адресу Русская 57 стоит 11 домов, на которые приходится 800 машин и мест. Парковка только одна платная и может вместить не более 200 авто. В скором времени в микрорайоне появятся новые жильцы из четырех домов ЖК «Лайф» и трех АТК «Квартала». Когда мы устраивались в школы, моих детей в 60-ю школу не взяли. Сказали, что хоть вы по району к нам относитесь, но мест не хватает катастрофически. Просто нет ни учителей, ни помещений. И мы можем дать вам справку, что мы вас не имеем права брать, потому что некуда детей сажать. В 61-ю школу у нас тоже не брали, но в 63-ю школу мы ходили. Садики, ну нас взяли в садики, потому что мы многодетные, там по льготному. Ну и поликлиники также все переполнены. В ситуации с «Зеленым кварталом» разбирался и прибывший на место событий глава Приморья Олег Кожемяка. Он предложил выделить застройщикам участок земли в другом районе Владивостока для строительства третьего дома. Освободившееся место на Русской – отвезти по строительству паркинга и детской площадке или стадиона. Вот мужики, при всем уважении к строителям, при всем уважении, и вы сами тоже не первый год, как говорится, строите, но он вообще сюда не влазит никак. Это первое. Второе. Они хотят заезжать мимо нашего дома. Вот просто никак не влазит. Здесь нет ни спортивной площадки, нет ни детской площадки. 200 человек, 200 семей, которые у вас здесь появятся, не будут иметь ни садика, ни площадки, ни стоянки. То есть, не паркинг. Однако это все точечные решения. Взамен ныне существующим правилам городского рынка недвижимости глава региона анонсировал программу массовой комплексной застройки Владивостока, которая позволит обеспечить 2024 году в городе доступное и комфортное жилье. Краевые власти намерены ее защитить в 2020 году. И состоится эта инициатива только если федеральный центр поддержит ее финансово. На первоначальном этапе речь пойдет о создании микрорайона в районе Трудового. Также речь идет о комплексной застройке микрорайона Патрокол. Решение вопроса нехватки площадок под жилищное строительство и точечной застройки Владивостока руководство региона видит в комплексном освоении земель. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин